У Абхазии столько вызовов, столько проблем, настолько сложна задача, которая поставлена, потому что, конечно, все мы, я вспоминаю свою юность, это было время полностью с мыслями, посвященное нашей национальной борьбе. Не потому что я участвовала с детства в этом, нет, я постоянно в этом варилась, в этой атмосфере, я постоянно об этом слышала, сопереживала через моих родителей, через их друзей и так далее. То есть отстаивание справедливости, отстаивание права на идентичность, отстаивание права на то, чтобы заявлять об абхазской культуре, абхазской истории громко и свободно, вот этим было одухотворено наше юность и время, когда мы формировались. После войны, когда долгожданная свобода была опретена, мы действительно должны оттолкнуться от того, что мы уходим от чего-то, избегаем чего-то, отрицаем, да, вот это давление, которое было на протяжении очень долгих лет и в XIX веке, и в течение советского периода, когда вот этот сталинизм так прошелся катком по Абхазии, по ее интеллигенции и так далее. Мы как бы вот эти моменты политического давления, по крайней мере со стороны Грузии, мы от этого ушли. Но к чему мы идем, вот мне кажется, что мы строим, вот это остается вопросом. И здесь действительно огромная проблема, потому что вдохновляла это национально-освободительное движение, идея о том, что необходимо сохранить народ, необходимо сохранить идентичность, необходимо сохранить культуру. И это было очень сложно, находясь в таком меньшинстве, когда грузинская политика прямо, так сказать, противоположные задачи ставила, растворить эту культуру, растворить идентичность, приписать какие-то моменты истории, грузинской истории и так далее. Но сейчас, когда вот часть проблем решена, вот эта проблема сохранения абхазской культуры, идентичности, она не единственная проблема, которую мы должны решить. Мы понимаем, что эту проблему мы можем решить, строя, имея свое собственное государство. А государство, оно ставит уже другие задачи. И вот здесь самый критический вопрос состоит в том, как обеспечить гарантии сохранения и развития абхазской культуры и языка, при этом сохраняя вот это богатство многоэтничности в абхазском государстве и давая возможность всем развиваться свободно. Вот это вопрос на Нобелевскую премию, мне кажется.